Бисмиллах рахмана рахим, альхамду лиллах, вассалату вассаламу алях, расулиллах, амма ба'ад. Многие утверждают, что для того, чтобы идти на такой шаг многоженства, нужно иметь весомые причины. И они говорят, что эти причины в основном должны быть причем со стороны жены. То есть, например, приводят в пример, что если жена болеет, например, или если жена больше не может рожать и так далее. Это много слышим, и даже мы это слышим со стороны некоторых мусульман, которые защищают многоженство, когда разговаривают с немусульманами. Я хочу просто задавать один вопрос. Откуда вы взяли это? Об этом говорится ли в Коране? Или история и жизнь сподвижников пророка Мухаммаду, где-то об этом говорит? Я думаю, что нет. Давайте вернемся к аяту, в котором Аллах, субхану та'аля, установил закон многоженства. И давайте найдем там, в этом аяте, постарайтесь мне найти вот этот момент, где Аллах, субхану та'аля, связывает разрешение на многоженство с наличием причин. Давайте прочитаем еще раз этот аят. И найдите мне, где говорится о причинах. Аллах, субхану та'аля, говорит, если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые хороши для вас, на двух, на трех, на четырех. Если вы же боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной. А потом, в конце, это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости. Где говорится о причинах? Где говорится о том, что женитесь, если ваша жена, женитесь, если там есть причина, женитесь, если что-то. Потому что Аллах, субхану та'аля, в этом аяте установил условия, не установил причину. Поэтому мы говорим, многоженство ограничено условиями, а не причинами. Условия есть. Аллах поставил условия. Во-первых, первое условие – это то, что не выше четырех. Понятно? Или двух, или трех, или четырех, или одной. Не выше четырех – это первое, главное условие. А второе условие – это справедливость. Аллах, субхану та'аля, говорит в основном, только о справедливости в аяте. Если вы боитесь, что будете одинаково справедливы, нигде не звучит эти причины, о которых вы, уважаемые братья и сестры, иногда говорите и поднимаете. Почему мы иногда, якобы с целью защиты ислама, прибегаем к каким-то… Ну, зачем стесняться и стыдиться своим исламам? Более того, я вам скажу, это обернется против нас, если мы так скажем людям. А выйдет одна женщина и скажет нам, а если мужчина бесплодный, а может тогда женщина выйдет замуж за двоих, потому что один бесплодный, а другой плодный. Ни один разумный мусульманин это не скажет, что допускается, чтобы женщина была замужем за двух одновременно. Значит, это опять мы, если мы хотим оправдаться, якобы, мы всегда, к сожалению, мусульмане сегодня, любим оправдаться. Звените за выражение, гомосексуалисты дошли до такого уровня, что они уже правы, что нельзя даже их обзывать в Европу. А мы еще стыдимся исламом. Мы еще боимся говорить об исламе как следует, как должно быть. Что бы ни сказали, что бы ни ругали. Да пусть они что хотят сделать, нам нужно показать, что такое ислам. Они искажат ради того, чтобы кто-то не говорил об исламе. Я вам скажу, всегда найдется тогда у этих людей что-то сказать нам, как я уже вам сказал. Нам, мусульманам, не надо всегда оправдаться, уважаемые братья и сестры. Если Аллах, субхану и таалу, не говорил об этих причинах, зачем нам оправдаться, якобы, что это из-за причин. Еще раз повторяю, а вдруг мужчины, они могут так нам сказать, то же самое. А вдруг мужчина стал бесплодным или бесплодным оказался. Разрешаются ли женщины выйти замуж одновременно за двоих? Конечно, нет. Поэтому нам нужно вернуться к исламу. Нам нужно вернуться к словам Аллаха. Я хочу допустить даже. Я хочу допустить моменты, что мужчина говорит, я хочу жениться, потому что у меня, например, не хватает одна жена. Не хватает, я такой возбужденный мужчина. Он признается, он говорит, я не могу. А что мы будем его ругать? Если пророк, саллаллаху алейху асалям, наш пророк, саллаллаху асалям сказал, мне была внушена любовь к женщинам и к благовониям. Услада моих отчей — это намаз. Пророк, саллаллаху алейху асалям, в Аль-Мустадрак это приводится. Пророк, саллаллаху асалям, не стеснялся, это говорит. Но как он это осуществлял? Осуществлял должным образом, путем никаха. Не надо нам стесняться своей религии. Не надо нам стесняться показать свою религию как положено. Иначе, если мы всегда будем идти на поводу этим людям, мы всегда будем защищаться, как будто мы преступники, извините, как будто наша религия за решетки, и всегда нужно ее защищать. Многоженство — это установление Аллаха, что я хочу подчеркнуть. Это не установление мужчин, уважаемые сестры. Если у вас, у кого-то есть доказательства, мы всегда должны подчиняться словам Аллаха. Мы всегда должны подчиняться словам Аллаха. Если у вас есть другие доказательства, мы должны обсуждать вопрос на этой основе, я хочу сказать. На основе того, что это Аллах сказал, что это Пророк сказал, что это так правильно понимать, что ваше понятие, вот вы можете абсолютно мне и другому, и любому сказать, вы неправильно поняли аят, тогда дайте нам понять. Если вы дадите нам понять из этого аята, что многоженство ограничено причинами, аль-хамдул-ля, мы будем только склонять голову перед Аллахом и подчиняться Аллаху, субханаху ва-та'але. К тому же я хочу сказать, а жизнь сподвижников говорит ли о том, что они ограничивались причинами, чтобы идти на многоженство? Я не вижу. Если у кого-то есть, пожалуйста, подскажите. Жизнь сподвижников доказывает, что они шли на многоженство не из-за присутствия причин у своих первых жен, не из-за этого. Они просто женились, потому что это было принято, потому что это было сказано Аллахом, субханаху ва-та'але. И поэтому у них, как мы уже помните, говорили, не было таких, чтобы вдова осталась без мужа, чтобы разведенная осталась без мужа. Сегодня чуть ли не у нас не преступление, если это разведенная женщина, никто не хочет жениться на ней. Если это вдова тоже. Почему? Потому что не практикуется это. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы должны вернуться к исламу, мы должны сказать и признаться, что мы в данном вопросе подчиняемся Аллаху, субханаху ва-та'але, они подчиняемся своим страстям. Еще раз хочу повторить, задумывайтесь над тем, является ли многоженство справедливостью в отношении, является ли немногоженство справедливостью в отношении незамужних женщин? Является ли это справедливостью? Нет, не является. Но, конечно, я хочу сказать в завершении. Вы видите, я защищаю, защищаю, но это не означает, что все должны иметь многожен, потому что есть условия справедливости. Бывают иногда жизненные условия, которые диктуют нам, как поступать. Не просто аят Кур'ана, потому что, когда Аллах разрешил торговлю, это не означает, иди и торгуй как угодно. Мы учитываем, выгодно ли мне торговать здесь, выгодно ли мне торговать этим товаром или этим товаром, как мне, где выставить свою точку, тоже в отношении семейной жизни. Аллах дал разрешение, это не означает, все поголовно вы должны это делать. Мы не говорим о приказе на многоженство, мы говорим о том, что это халаль, что это нужно практиковать с условиями справедливости и с условиями, определенными условиями конкретной жизни, о чем будем говорить, инша Аллах, в следующей серии, инша Аллах. Субханакаллахумау бихамдик, ашхаду аля илля илля ант, астагфирука, ва атубу илайк. Субханакаллахума бихамдик.